В Чебоксарах отметили День памяти выдающегося деятеля культуры, педагога и ученого Ивана Яковлевича Яковлева. Патриарх ушел в 1930 году, но его имя навсегда вписано в историю не только Чувашии, но и России. Традиционно потомки и последователи Ивана Яковлевича Яковлева встречаются 23 октября в сквере перед Национальной библиотекой. Имя Ивана Яковлева, чувашского просветителя и миссионера, известно далеко за пределами его малой родины. Это был человек поистине нескончаемой энергии и большого таланта. Его усилиями чувашский народ не только открыл путь к образованию, но и заговорил на своем языке, на бумаге. Тем более приятно, что об этом помнят и школьники, и студенты, и люди старшего поколения. Мы все знаем, что Яковлев внес большой вклад в развитие чувашской письменности. У нас существует музей в Чувашском государственном педагогическом университете. Мы туда входим, мы являемся общественными организаторами этого музея. Мы рассказываем, проводим мероприятия там, знакомим с биографией, творчеством нашего великого Яковлева. Он, конечно, для всех для нас большой пример служения своему народу. И даже можно сравнить, как говорят Пушкин, это наше все для русской литературы, то Иван Яковлевич Яковлев, конечно, это наше все, это наше солнце, которое освещает, в общем-то, путь и в искусстве, и в литературе, и в культуре чувашского народа. В течение всего года по всей республике вспоминали имя великого сына Чувашии. В апреле мы отметили 170 лет со дня рождения выдающегося просветителя. Этот год особенный для нас, это 170-летие Ивана Яковлевича Яковлева в республике и регионах Российской Федерации. Прошли много разных мероприятий, это встречи, это торжественные мероприятия, посвященные праздничному юбилейному году Ивана Яковлевича Яковлева. Наши делегации побывали и в Башкортостане, и в Татарстане, и в Ульянской области. В числе самых интересных событий – Всероссийские Яковлевские чтения, Международная олимпиада по чувашскому языку, научно-практические конференции, праздник Чувашской детской книги.